В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Врачи Видновской районной клинической больницы на страже здоровья жителей Ленинского городского округа круглые сутки. Не разделяя дни на будни, выходные и праздники, они спасают людей от коронавируса. На 23 февраля дети со всего полносковья приняли участие в акции «Глориам Дефенсорес», что в переводе значит «Слава защитникам». Они изготовили для медиков медали, ведь сегодня и врачей можно смело называть защитниками Отечества. Медики настолько максимально выполнили свою работу, настолько мужественно, настолько качественно, настолько героически, что теперь уже 23 февраля, неважно мужчина вы или женщина, мы все равно вас поздравляем с этим праздником, потому что не только мужчины, мужчинам присущим мужеству, но и нашим милым, замечательным, хрупким врачам, медсестрам и всему медперсоналу. Медалей много, свыше 400, все очень красочные и каждая особенная. За верность долгу, за доброту, за победу над ковидом и, конечно, за здоровье. Один мальчик своей поделкой выразил благодарность врачам за спасение жизни его мамы, которая тяжело болела коронавирусом и лежала в Винновской больнице. Очень неожиданно, очень приятно. Спасибо вам большое. Поделки с пожеланиями мастерили воспитанники творческих студий, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из многодетных семей. Подобная акция уже проходила на Новый год и организаторы планируют сделать ее регулярной. Новая государственная аптека сети МОСОБЛ Медсервис начала работу в деревне Лопатина Ленинского округа. Аптечный пункт работает ежедневно с 10 до 19 часов. В аптеках сети МОСОБЛ Медсервис представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Кроме того, аптека принимает рецепты на изготовление лекарств. Льготные категории граждан могут получить препараты по рецепту бесплатно, рассказала директор государственной аптечной сети МОСОБЛ Медсервис Ирина Политыкина. Новая аптека в Ленинском округе расположена по адресу сельское поселение Булатниковская, деревня Лопатина, Солнечный бульвар, дом 10. В Винновске мини-полис Дивное первым в России прошел экологическую сертификацию Green Zoom City. Особый стандарт строительства предполагает энергоэффективность, бережное отношение к природе и определенные требования к организации дворовых пространств. Наша съемочная группа приехала в этот жилой комплекс и узнала, каково это – жить дивно. Более 18 гектаров жилой застройки, 16 монолитных домов средней этажности, свыше 2000 квартир, где новоселье справят почти 4000 человек. Свой торговый центр, фитнес-клуб, просторный паркинг, множество спортивных зон и детских площадок. Таким веет комфортное жилье создатели проекта «Мини-полис Дивное». «Мини-полис» – это концепция «Город в городе», где в комплексе будет оснащена полностью инфраструктура. Жителям этого комплекса не надо будет выходить за пределы. Здесь будет все, начиная от досуга, заганчивая жизненно необходимыми моментами, можно будет здесь пользоваться. И магазины, и аптеки, и кафе, и рестораны. Будет прямая дорога от «Мини-полиса» Домкада, и значит 5-10 минут, и жильцы Дивного уже на Московской кольцевой. Сейчас выполнено 50% устройства дорожного полотна, а также системы сбора и очистки ливневых вод. Завершение строительно-монтажных работ и передачи дороги администрации округа запланированы до конца этого года. Появятся свои социальные объекты, детский сад и начальная школа. Аргументы весомые. Вот многодетная мама Лиана Макарчан вместе с мужем подписывают договор купли-продажи квартиры. Они посмотрели многие жилые комплексы, но своему уютному гнездышку сказали, да, именно здесь, в «Мини-полисе» Дивное. Быстро приняли нам. Татьяна очень понравилась, нам все конкретно объяснила, все расписала, показала, и нам понравилось. Мы приняли решение. Планировка очень понравилась, цена очень понравилась. Среди козырей – экологический сертификат «Гринзум-сити». «Мини-полис» Дивный – первый проект в России, который его получил. Это особый стандарт строительства. Он предполагает энергоэффективность, бережное отношение к природе. А жильцам позволит сэкономить на коммунальных платежах. Что касается самих квартир, то покупателям предлагается целых 80 планировочных решений. И редкая возможность купить квартиру сразу с отделкой. Своими глазами увидеть варианты отделки можно, не выходя из офиса продаж. Здесь представлена квартира в скандинавском стиле. Норде – холодные тона, простые линии, экологически чистые материалы. Здесь продуман каждый сантиметр пространства. Все максимально комфортно. Всего на выбор покупателей представлены два варианта отделки. Когда человек покупает квартиру с отделкой, он сразу получает ключи и может завести мебель и уже проживать. То есть весь корпус первый мы сдаем с отделкой. Большой плюс, что не будет соседей, которые будут работать, вести какие-то строительные работы по ремонту. У вас будет тихо в доме, спокойно. Нам работает соседский клуб – обязательный элемент всех мини-полисов. Жильцы вместе проводят свободное время. Сообща учат иностранные языки, готовят кулинарные блюда, занимаются спортом и даже играют в что, где, когда. Мы узнаем, чем занимаются наши жители. Например, кто-то подает английский язык, кто-то занимается маникюром, кто-то красит брови. И потом мы анонсируем, рассказываем о нашем жителе, который этим занимается, что он делает скидку для наших жителей, которые будут жить в мини-полисе «Дивное». И таким образом соседи знакомятся и начинают пользоваться услугами друг друга. Недвижимость, как известно, выбирают сердцем. Приезжайте в мини-полис и живите «Дивно». В Историко-культурном центре открылась новая экспозиция. Ценителям живописи в какой-то степени она знакома, ведь ее авторы – преподаватели, студенты Академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки ежегодно выставляют свои работы в нашем городе. На открытии собрались те, кто любит и ценит живопись. Для них была проведена подробная экскурсия, охватывающая практически каждое полотно. Основу выставки составляют произведения доцента кафедры живопись, рисунок, композиции и изящные искусства заслуженного художника России Александра Волкова. Да, если мы с вами посмотрим, как в сирене с нарциссами и в этих пионах, нам хочется их понюхать. И мы даже, может быть, рассматривая букеты и чувствуем как раз аромат цветов. Среди авторов также заслуженные художники России Наталья Беседнова, Ольга Волокитина, Алексей Кравченко и их ученики. Восхищающие взгляд произведения придутся по вкусу широкому кругу посетителей. Выставка продлится до 25 марта. В поселке Петровское прошел двухдневный дворовый турнир по хоккею. За кубки сражались и дети, и взрослые. Только одни играли шайбой, а другие – мячом. Подробности в нашем следующем материале. Пока на улице стояли морозы, в поселке Петровское развернулись хоккейные баталии. Двухдневный турнир среди любительских команд решил провести досуговый центр «Юность», чтобы подогреть интерес к дворовым видам спорта. Изначально это было на стадионе «Металлург». Придумали ветераны футбола. А мы переняли у них этот опыт и решили тоже организовать этот турнир. На призыв откликнулись многие. За два дня турнира отыграли шесть команд. Три детских и три взрослых. Однако все были в разных условиях. Дети боролись за свой кубок в традиционном хоккее. С шайбой и на коньках. А взрослые – с мячом и в повседневной обуви. То есть на валенках. На лед вышли спортсмены из Петровского и Видного. Что интересно, не все они – хоккеисты. Принять участие в турнире решили и те, кто отдает предпочтение футболу. Хоккеи играют сильные, футбол умные. Здесь все быстро, все надо соображать. Тем более на льду надо устоять. Это и координация движений, ну и азарт, конечно. Эмоции. Хотя турнир проводился среди любителей, побороться за кубок решили и профессионалы. Например, капитан хоккейной команды «Металлург» Алексей Хабузов. На валенках он впервые попробовал играть год назад. Спортсмен замечает – ощущения и эмоции от игры совсем другие. На сегодняшний момент здесь особых правил нет. Но главное, чтобы без травматизма. И понятно, что клюшками махать высоко нельзя. А так можно и ловить рукой, можно играть ногой. То есть всем, чем можно. То есть прям реально футбол и хоккей. Да, это симбиоз с футболом, с хоккеем. И в этом есть свой шарм. По итогу соревнований каждая команда увезла с собой кубок за первое, второе или третье место. Всего в дворовом турнире приняло участие больше 40 человек. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Битное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова